Валютный рынок Так, Кирчев Янин написал Добрый день, тогда я понимаю, что с трансляцией все нормально Это один из наших самых постоянных участников Также Лариса, Ольга поставили свои плюсики Хорошо, начинаем Итак, в разделе аналитика Форекс Традиционно в начале по понедельникам Мы рассматриваем Форекс календарь Поэтому выбираем календарь событий от FX Street И давайте посмотрим, что у нас на протяжении этой недели По всем ключевым валютам То есть по мажорным валютам По которым мы торгуем Начиная с австралийского доллара Итак, по Австралии В среду публикуются продажи новых домов Разрешение на строительство Частные капитальные затраты Кредитование частного сектора И индекс активности в производственном секторе От AIG Если мы перейдем к Новой Зеландии Хочу сказать, что только в четверг выходит разрешение на строительство Также прогноз от Национального банка Новой Зеландии НАБ Соответственно, мне очень интересно Будет ли продолжится ли вот это снижение темпов роста Новозеландской экономики Согласно этому абсору Этому отчету Потому что он уже давным-давно снижается Где-то с октября прошлого года То есть для меня это достаточно важный такой экономический отчет Если перейти к Японии По Японии в конце недели выходит инфляция В пятницу Потом, конечно, до этого хочу подчеркнуть Что выходит индекс потребительского доверия Розыщенные продажи И, конечно, в пятницу еще уровень безработицы Промышленное производство и так далее Все эти индикаторы, конечно, мы будем обсуждать на протяжении недели Конечно, если есть какие-то слишком важные индикаторы Я их заранее озвучу По США Сегодня есть несколько индикаторов По промышленному сектору в Чикаго, в Далласе Также хочу сказать, что выходит вторая Тут есть несколько индикаторов во вторник Конечно, мы все это будем комментировать в последующие дни Есть такой более-менее интересный индикатор Это вторая оценка за второй квартал по ВВП Ожидается, что выйдет чуть ниже первой оценки То есть, что ВВП вырос на 4% во втором квартале Но это уже позади Тут должно быть очень сильное отличие от этого значения Чтобы это перенеслось значительно на американский доллар В четверг выходит статистика по внутреннему спросу и по доходам То есть, расходы на лишнее потребление, лишние доходы и лишние расходы За июль в известной степени это важная статистика Она может вызвать волатильность по американскому доллару Во время публикации мы это будем комментировать Следующее Если перейти на канадский доллар Одну секундочку На канадский доллар Хочу сказать, что так же, как и в США Во второй половине недели выходит статистика по ВВП Это за второй квартал Посмотрим, идет ли здесь улучшение Потому что, напоминаю, Банк Канады неоднократно говорил Что во втором полугодии потихонечку начнется улучшение Если оно начнется сейчас Конечно, это может еще сейчас поддержать канадский доллар И наоборот, если окажется, что те слабые данные Которые мы выделили по розничной торговле, например Перенесутся на ВВП Хотя и запаздывающий индикатор Я считаю, что здесь может практически канадский доллар Начать на мелких таймфреймах обесцениваться Если выйдет слабая статистика по ВВП Итак, давайте посмотрим, что по Швейцарии Почти ничего нет Есть статистика по занятости Дзев и Ков Индикатор публикуется, соответственно, в среду и четверг По Европе Если посмотреть, какова ситуация Тоже не так много индикаторов Единственное, хочу сказать, что публикуется предварительная оценка По инфляции За месяц август Вот она практически в пятницу в 12.00 Ожидается, что, грубо говоря, инфляция выйдет на том же самом уровне, на котором она была в предыдущие месяцы Конечно, все эти второстепенные индикаторы мы на протяжении недели будем комментировать И давайте посмотрим, что еще по Великобритании Значит, по Великобритании Здесь Также есть Много индикаторов Но они в основном все второстепенные Мы будем комментировать на протяжении недели Видно, что сегодня и во вторник ничего нет Итак, у меня на этом все по календарю Ованес спрашивает Можете ли прокомментировать выступление главы Банка Канады Спасибо Вы знаете, я его посмотрел Он говорил о четвертой индустриальной революции Если не ошибаюсь О том, что Рос ВВП Канады в среднем будет в пределах 2% Ничего нового Единственное, на что я хотел обратить внимание Это на тот факт, что он сказал Что та инфляция, которая вышла по Канаде совсем недавно Они ее пропускают Потому что она вызвана Временными факторами Давайте я это покажу То есть Мы тогда сказали, что это в кавычках Хорошая статистика по инфляции Давайте я это покажу сейчас Когда выходила эта статистика Мы сейчас ее увидим Вот она практически та, которая выходила В пятницу, не на прошлое Она позапрошлая в пятницу 17 августа Вот он просто прокомментировал, что здесь Сезонные факторы Цены на нефть Которые принеслись на бензин Вызвали в годовом выражении Вот эту более высокую инфляцию Так, по его мнению Конечно, наблюдается экономический рост Все в пределах ожидания Ожиданий Банка Канады Но вот такова в целом ситуация Есть ли еще какие-то другие вопросы? Жду ваших И конечно, он подчеркнул, что при улучшении Экономической ситуации в Канаде Они будут продолжать цикл повышения ставки И на самом деле и американский глава Федрезерва То есть, Джереми Поуэлл То же самое заявил, что американская экономика потихонечку улучшается И что, скорее всего, цикл продолжения Продолжится цикл повышения процентной ставки Хорошо, если нет вопросов Мы тогда перейдем потихонечку к графикам Начиная с долларового индекса Итак, давайте посмотрим, что у нас по долларовому индексу Одну секундочку Как мне будет удобнее Итак, долларовый индекс Итак, долларовый индекс Значит, видно, что вот эта свеча Которая имеет минимумы и максимумы на месячном таймфрейме Выше предыдущих Говорит о том, что бычий настрой сохраняется Однако, мы уже давно комментировали, что тело вот этой свечи сжалось Оно вошло в амплитуду предыдущей На weekly таймфрейме очень схожая ситуация Вот попытка совершения медвежьего поглощения Это четко и ясно видно Это говорит о том, что здесь есть уже сильное сопротивление На weekly для дальнейшего роста долларового индекса Если перейти на дневном таймфрейме Мы просто вернулись к вот этой Так, одну секундочку Получается, что Мы просто вернулись к вот этой предыдущей Ключевой вершине Ничего тут страшного нет Конечно, от этой вершины мы легко не откажемся Мне кажется И, конечно, на H4 Это значит, что мы в очередной раз находимся в нижней части восходящего тренда То есть восходящий тренд на данный момент на H4 сохраняется Однако его стабильность находится на данный момент под тестированием То есть все время мы тестируем эту линию тренда Даже на самом деле Давайте я чуть более правильнее проведу вот эти линии Просто тут угол должен быть чуть меньше Вот она практически На H4 вот этот восходящий канал Мы сейчас в очередной раз тестируем линию тренда На H1 на самом деле ничего интересного нет Тут раньше были потенциальные траектории восходящих движений Они, конечно, меняют свой угол Все это говорит о том, что Бычий настрой все-таки сохраняется По долларовому индексу Но в достаточно сжатом виде Поэтому я даже уберу вот эти линии Чтобы они нам не мешали на данный момент И хочу сказать, что на более мелких таймфреймах Видно, что нет никаких таких четких целенаправленных движений Конечно, здесь можно говорить о нисходящих движениях Однако я пока еще буду воздерживаться об этом говорить Просто видно, что на мелких таймфреймах Пока еще о бычьем сигнале по доллару практически говорить преждевременно Тем более, что на H4 видно, что мы тестируем вот эту линию тренда Это все то же самое и по всем остальным другим парам Вот та же самая ситуация в паре евро-доллар На месячном таймфрейме та же самая свеча У которой минимумы и максимумы обновляют предыдущие Однако тело свечи сжалось внутри амплитуды предыдущей На weekly те же самые практически свечи отскок Которые практически там выглядят в качестве медвежьего поглощения Здесь в качестве бычьего поглощения На дневном таймфрейме мы просто снова прикасаемся к верхней части диапазона Которую мы нарисовали между зелеными линиями А также тестируем вот эту предыдущую впадину Которая образовалась между сентябрьским и декабрьским заседаниями Федрезерва То же самое практически в долларом индексе Однако там вершина И конечно таким образом Если посмотреть на вот эту голову и плечи Видно, что сейчас линия шеи все время тестируется То есть линия шеи снизу вверх и сверху вниз То есть пока еще преждевременно говорит о том Что как по учебнику начинается вот этот разворот Тем более, что на Х4 мы снова практически зашли в уровни В зону нисходящего треугольника И соответственно вот этот потенциальный нисходящий тренд На данный момент он просто остается потенциальным Пока еще видно, что нет разворота от этой части графика вниз Конечно, большое сопротивление у евро-доллар находится в этой зоне Где были все вот эти ключевые заседания в сентябре То есть, извиняюсь, в июне Это заседание Европейского Центрального Банка И до этого Федрезерва И то же самое практически во время вот этого заседания Европейского Центрального Банка Во время которого евро-доллар не смогло дотянуть До вот этой предыдущей зоны Я хочу сказать, что на этих уровнях, грубо говоря 11.17, 11.18.40 находятся и графики Котировки, графика во время предыдущих заседаний Которые состоялись в сентябре и в декабре прошлого года Соответственно, тут на фоне волатильности мы можем это протестировать И тогда вернуться вниз, если все, допустим, будет в пользу доллара Так что будьте очень аккуратны На данный момент видно, что сигналы, указывающие на разворот вниз Пока еще полностью отсутствуют Потому что на мелких таймфреймах, если перейти на H1 Видно, что здесь идет попытка формирования восходящего движения И это хорошо видно на 30-минутном таймфрейме Даже давайте я это зафиксирую на 30-минутном таймфрейме Чтобы показать, что здесь идут такие нисходящие движения То есть в долларом индексе это нисходящее движение Здесь, конечно, они восходящие движения Вот они практически на 30-минутном таймфрейме Вот эти каналы, которые идут вверх То есть это само по себе говорит, что на данный момент Все-таки на мелких таймфреймах быки доминируют То же самое это и в паре фунт-доллар Вот это видно, вот это движение вниз на тяжелых таймфреймах Конечно, здесь медвежий настро уже намного более ярко выражен Чем в паре евро-доллар Даже на weekly таймфрейме мы хорошо увидим Что там практически вот эта бычая свеча Она поглощает предыдущую Как и в долларом индексе Условно в паре евро-доллар уже превышает вот эту свечу А здесь практически мы еле-еле закрылись Ниже середины вот этой свечи То есть видно, что медвежий настрой в паре фунт-доллар Пока еще не настолько ярко выражен На дневном таймфрейме ничего интересного Но можно сказать, что мы тестируем Грубо говоря, пытаемся вот эту впадину Но если в паре евро-доллар мы уже полностью до нее дотягиваем То здесь практически мы пытались дотянуться до этой впадины И все равно там на полтора цента Где-то на цент полтора Не смогли подтянуться вверх Чтобы полностью протестировать эту впадину На H4, конечно, продолжается нисходящий тренд Может быть это очередная вершина Большая роль для пары фунт-доллар сыграет евро-доллар Если евро-доллар успокоится и потихонечку начнет снижаться Эта пара также начнет формировать впадину То вершину и начнет идти к следующей впадине Однако я бы следил за парой евро-доллар Если там успокоится ситуация Тогда бы практически перенес вот эту логику и на другие пары На H1 ничего интересного На 30-минутном таймфрейме Вот видно, что здесь были вот эти ускорения Попытки формирования движений вверх На данный момент они якобы заканчиваются Поэтому видно, что медвежий настрой в паре фунт-доллар Он пока еще чуть сильнее, чем в паре евро-доллар В паре доллар-франк ситуация достаточно непредсказуема Почему? Потому что на меньшем таймфрейме Месяц очень скоро заканчивается Несколько дней осталось Эта свеча будет иметь минимум и максимум ниже предыдущего Если так все закроется То есть это ставит под сомнение дальнейший рост в паре доллар-франк Поэтому и на weekly мы еще на прошлой неделе наблюдали Как здесь практически вот эта свеча обновила минимум предыдущие свечи То есть это ставит под сомнение вот это потенциальное движение вверх На дневном таймфрейме видно, что нет никакого движения четкого основа на H4 Также практически мы здесь рассматривали какое-то движение потенциальное вверх Однако я говорю, это настолько ненадежное движение вверх Потому что кто-то говорит, что здесь диапазон Может быть диапазон Поэтому давайте я это и здесь уберу То есть хотя мы этот угол меняли Он практически полностью исчезает И на H1 также нет никаких четких и ясных движений Да, может быть это движение вниз Но может быть это и движение вбок Это уже каждый для себя сам решает То здесь получается на всех ключевых таймфреймах нет уже никаких четких и ясных движений Либо идут какие-то непонятные такие боковики с возможностью начала роста или снижения А также уже на тяжелых таймфреймах вот эти Хотя и слабенькие, маленькие бычьи сигналы Которые показывают, что быки чуть сильнее медведей Это тоже полностью исчезает На данный момент я сохраняю свою сделку Стоп-лосс не трогал на уровне 97.40 Потому что на прошлой неделе я говорил Я дождусь выхода индикаторов PMI Если они не будут плохими для американской экономики Я сохраню свою сделку Поэтому я свою сделку на данный момент сохраняю Конечно, если закроюсь по стоп-лоссам Ну что же делать, такова судьба Все-таки я себе сказал Если PMI будут неплохими для американского доллара Я продолжаю сохранять свою позицию Мне кажется, они были неплохими Поэтому я продолжаю сохранять свою позицию Пара доллар-иена Интересная ситуация Середина диапазона На weekly хочу показать, что в отличие от европейских валют Здесь идет какой-то отскок у доллара Тут, конечно, это потому что Немножечко с задержкой может быть движется эта пара Также на дневном таймфрейме Я хочу показать, что вот мы тут очень хаотически совершали всякие движения Находимся в середине диапазона На х4 пытаемся восстановить восходящее движение Вот отскок от этой зоны Итак, ранее я говорил, если мы выйдем из этой коррекции Вот из этой коррекции С выходом, который обновит вот эту вершину При тестировании вот этой зоны И повторным отскоком То есть вот это здесь Надеюсь, это видно Выход, тестирование и движение вверх, которое обновляет Потом подключаясь на покупку на х4 Я хочу сказать, что у меня аппетит к такой сделке увеличивается Потому что на данный момент, если перейти на х4 Вот видно, что может быть Вот эта вершина Обновляет предыдущую Так что если здесь мы чуть-чуть еще поднимемся И обновим вот эту зону Я подключусь на покупку на х4 Потому что это полностью будет соответствовать Вот этим моим пожеланиям Выход, тестирование и движение вверх Вот оно на 30-минутном таймфрейме К сожалению, я его удалил Вот оно, это движение Соответственно, здесь нахожусь в ожидании Может быть сейчас при повторном тестировании Вот этой вершины Если мы его превысим Я подключусь на покупку на х4 Конечно, возникает вопрос Где поставить свой стоп-лосс? Стоп-лосс поставить вот здесь Это в наихудшем случае Потому что по сути Когда торгую по тренду Я пытаюсь поставить стоп-лосс Ниже предыдущей впадину Потому что эта впадина пока еще не образовалась Нет гарантии, что это будет впадина И, соответственно, получится, что На 108, если я выложу Здесь 111 Мне нужно хотя бы до 113-114 Чтобы поднялась в долгосрочной перспективе Вот эта позиция Или подтягивать свой стоп-лосс Буду думать, но аппетит к открытию Такой сделки у меня увеличивается Доллар, канадский доллар На weekly таймфрейме Мы находимся в пределах восходящего движения На дневном таймфрейме Вот он потенциальный Такой более быстрый рост вверх Однако на данный момент он не срабатывает Потому что мы снова пытаемся Уже пробить эту зону в очередной раз И возобновить коррективное движение на х4 То есть видно, что после В кавычках хорошей статистики по инфляции Пара пошла вниз Потом практически было движение вверх На фоне слабой статистики По розничной торговле Однако из-за того, что евро сейчас Немножечко укрепляется На мелких таймфреймах Допустим на 30 минутках На часовом таймфрейме Против доллара здесь практически Все пары чувствуют тоже некую стабильность Против американского доллара То есть пока не закончится Вот этот отскок евро против доллара Я бы здесь воздержался Тем более, что мы пока еще находимся В нисходящем канале на х4 Вот какова здесь ситуация То есть здесь нет четкого ясного сигнала На данный момент на покупку На самом деле, если уже кто-то торгует На этих мелких таймфреймах Х4, Х1 Там идут нисходящие движения Но я еще и ранее говорил Что против вот этого Стабильного восходящего тренда Не буду играть Австралийские и новозеландские доллары Они находятся на 38 уровнях По Фибоначчи Внутри своих диапазонов Сразу переходим на х4 Показываю Значит на х4 здесь идет нисходящий тренд Совсем недавно Но это на прошлой неделе Здесь сформировалась вершина Движение вниз Мы сейчас в очередной раз идем Вверх, чтобы протестировать линию тренда То же самое и в новозеландском долларе Вот она, та же самая ситуация Вершина, движение вниз И очередная Очередной осколк, который тестирует Вот эту линию на х4 Имея ввиду линию тренда Я, конечно, сохраняю свою сделку У меня стоп лосс на уровне 0.68 То есть выше вот этой вершины Там 2-3 восьмерки Что-то такое Ну, грубо говоря, может быть 0.68 Там 90 То есть чуть ниже на 10 пипсов Или на 12 Ниже уровня 0.69 То есть я надеюсь, что этот нисходящий тренд Возобновится Поэтому мне будет очень важно В середине недели Какая статистика Отчет выйдет По новозеландской экономике Продолжится ли там Снижение темпов роста По прогнозам Вот этого крупного банка Который отчет публикует И не нет NAB National Там его публикует INZ Если не ошибаюсь Итак У меня на этом все По этим валютным парам Золото Та же самая ситуация На H4 Идет нисходящие движения Однако мы находимся В фазе коррекции То есть По всем инструментам Которые мы обсуждали Одна и та же ситуация То есть пока евро не сдается Пока евро не сдается То Вряд ли начнутся Вот эти возобновления Движения вниз Итак Грудинин Виктор пишет Какие значения PMI для вас будут Значиться плохими Если все равно Ожидают высокого роста ВВП в третьем квартале Давайте я вам так скажу Значит я считаю Что на данный момент Хорошее значение Что значит Для доллара То что указывает На уровне На уровень 2.75 На мой взгляд Объясняю почему Потому что Именно таковы были прогнозы Федрезерва Многие банки Коммерческие По всему миру В цене доллара Учитывают Вот этот рост 2.75 Соответственно Если уже будет Значительно ниже Чем ниже От этого уровня Тем Хуже Этот индикатор Я буду считать Его Тем хуже И наоборот Если например Там будет указывать На рост 3% Это хорошо А чем выше Тем лучше Но это в моем понимании Для американского доллара Подчеркиваю В настоящее время И не через Там Если через год Кто-то смотрит Этот обзор Чтобы мне потом Сказал О вы же говорили Вот эти Уровни По росту ВВП Это на данный момент Чтобы таким образом Американская экономика По темпам роста Опережала европейская У которых У которой Практически Темпы роста Указывает Ну согласно PMI Там что темпы роста Будут в пределах Около 2-2-2% В наилучшем случае И таким образом Получается Что американская экономика Фиксирует Более высокие Темпы роста Точнее Ожидается Что в ближайшие месяцы Темпы роста Будут лучше Поэтому доллар По сути Должен давить на евро Но это в моем понимании Грудинин Виктор Так что каждый Уже сам для себя Решает На данный момент Конечно Вот это последнее значение Указало на 2,5% Конечно Может быть Оно не самое хорошее Потому что Ниже вот этого Уровня 2,75% Но если Это за месяц август Но если взять И за месяц июль Получается Где-то 2,75% Конечно Нужно посмотреть Еще и на финальную оценку Которая выйдет В начале следующего месяца Так Шаги Валеев Илья спрашивает Как учитывается в обзоре Долгосрочные данные FX На 7 По фьючерсам И опционам Я не знаю О чем вы говорите Илья Я в моем обзоре Никогда не говорю О фьючерсах И опционах По Вы знаете Может быть Вы имеете ввиду Влад Антонов Это лучше к нему Обратиться Потому что Хотя я Я не знаю Он на какие Инструменты Обращает внимание Вот Влад Антонов Поскольку Понимаю Он практически Рассматривает Вот эти Так Так Где это было Предполагаю Что он рассматривает Вот эти Фьючерсы И опционы Но я не полностью Уверен Ильяс Но я Не рассматриваю Вот эти Фьючерсы Опционы На 7 И так далее В моих обзорах Я их не рассматриваю Влад Антонов Иногда их рассматривает Если я не ошибаюсь То есть Он рассматривает Вот эти Трейдерские Позиции Которые есть Иногда Не очень Уверен На самом деле Можете В его Обзорах Сейчас Зайти Написать И написать В комментариях Но я Не рассматриваю Их В моих Обзорах Так Есть ли еще Какие-то Вопросы Уважаемые Участники Если есть Вопросы Пишите В чате Если вопросов Нет Пожалуйста Поставьте Свои плюсики Чтобы я знал Что нам пора Заканчивать Да Грудинин Виктор Пишет еще вопрос Давайте Пишите Жду Вашего вопроса Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Ставки в этом году Больше чем на 60% Вот смотрите Ставка И это Всегда Всегда Василий Петхов Аналитики Инвестиционной Академии Всем спасибо 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 за субтитры